Добрый вечер. Из своего ежедневного опыта общения мы знаем, что ГАИ у нас постоянно чем-то занята. Чрезвычайно озабочены производственными процессами люди. И если, не дай бог, происходит ДТП, то дождаться инспектора ГАИ чрезвычайно сложно. Они, конечно, на аварии еще выезжают, но происходит это через такое мучительное количество часов ожидания, что когда они приехали, начинаешь им искренне радоваться. На шею, конечно, не бросаешься, но испытываешь чувство глубочайшего удовлетворения, что наконец-то инспектор приехал. Вообще, в целом, понять, чем именно у нас теперь занимается ГАИ, у меня, например, не получается. И в этом отношении, как ни странно, напрашивается аналогия с Почтой России. Я тоже не очень могу понять, чем занимается Почта России. Я знаю, что она с большим удовольствием теперь занимается кредитными операциями, помогает населению получить какое-то количество денег под чудовищные проценты. У нас Почта России, по-моему, еще как-то причастна к большому количеству коммерческих услуг. Причем, как было написано в одной рекламе, нетрадиционных услуг. Но если мне, например, от Почты России нужно письмо, то обычно оно почему-то крайне неохотно попадает ко мне в почтовый ящик. Заниматься, например, такой ерундой, как выписывать какие-то издания в ожидании, что в почтовом ящике тебе улыбнется любимая газета, в срок тоже оснований практически нет. Газета там появится после всех. ГАИ у нас тоже занята круглосуточно. Именно поэтому мы знаем, что вызывать инспектора приходится, ну, просто уже в случае крайней необходимости, тяжело. Ну, что делать? Куда нам деваться? Тем более, что европротокол в нашей стране не работает и работать, по большому счету, не будет никогда. Какие функции вообще у ГАИ на сегодняшний день остались? Вот чем именно занимаются эти люди? Чем они так круглосуточно поглощены? Они регулируют движение? Нет, у нас ГАИ не занимаются регулированием движения. У них даже обязанность такая, раньше вписанная в их нормативно-правовую базу, и то удалена оттуда. Они просто не должны этим заниматься. Это не их функция. Это не их профессиональная обязанность. Что в таком случае делает ГАИ? Они обеспечивают безопасность дорожного движения. До 2004 года еще туда-сюда. В 2006 году они окончательно сложили себе эти полномочия. У нас в стране появилась федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения 2006-2012 год. И для реализации этой программы была создана специальная дирекция по реализации этой программы. В рамках ГАИ. Вот эта дирекция, она занимается безопасностью дорожного движения. Это у нее прямая обязанность. Причем они настолько хорошо справляются с этой обязанностью, что программа пролонгирована до 2020 года. Там буквально 100 миллиардов рублей им на это дают, чтобы ребята ни в чем себе не отказывали. Но в остальных подразделениях ГАИ такой функции, как обеспечение безопасности дорожного движения, в общем-то, на них никто не возлагает. Чем еще занимаются у нас ГАИшники? Они проводят гостехосмотр? Нет, уже давно этим не занимаются. Слава богу, подарили никчемным страховщикам, которые тоже этим не занимаются. Но, по крайней мере, мы хоть страхового агента не так сильно боимся, в отличие от дяди с палкой и с пистолетом. ГАИ у нас на сегодняшний день занимается регистрационными действиями. Они выдают номера. Говорят, правда, иногда торгуют. Было небольшое скандальное происшествие у нас, которое потонуло в небытие. Может быть, и не торгуют. Итого, когда происходит ДТП? Обязанность наша остановиться на месте и вызвать полицию. Полицию мы ждем мучительно и долго. Иногда она приезжает. Есть такие регионы, где даже бесполезно этим заниматься, не приедут. Следует ли из этого, что на сегодняшний день приезжать на ДТП для ГАИшников это обязанность? Да, следует. И вот ГАИ, затевая реформу. А состояние реформы у нас постоянное, потому что все, что делается у нас, в том числе в правоохранительных органах, это всегда реформа. Раньше это называлось более витиевато о мерах по дальнейшему улучшению. Теперь это называется реформа. И вот ГАИшники решили, что они эту реформу наконец-то доведут до логического конца. И где-то в период, начиная с 2014 года, то есть со следующего года, они функцию приезда на место ДТП передадут страховым комиссарам. Не будут больше ГАИшники обязаны приезжать на ДТП. Исключение составляет авария с трупами. Вот если покойничек есть, тогда инспектор, ну так уж и быть, приедет. Если нету покойничка, тогда даже бесполезно звонить 0-1 и 0-2, тем более 0-3. Тогда нужно вызывать представителя страховой компании. Что из этого следует? Из этого следует, что реформа ГАИ, по крайней мере в этой части, сводится к возвращению всей нашей страны, к разборкам 90-х, когда бейсбольная бита была самым весомым аргументом установления справедливости. Мы до сих пор не знаем всех параметров этой реформы. И остается вопрос без ответа, кто будет определять виновного в ДТП. Но во всем остальном твердая решимость придорожной полиции избавиться от обременительной функции совершенно четко заявлена на официальном уровне. Мы единственная страна в мире, где бейсбольная бита продается не в спортивном магазине, а в отделе автомобильных аксессуаров наравне с запчастями в любом серьезном автомагазине. Я думаю, что поскольку страховщики берутся вот за эту тему, а они охотно за нее берутся, с будущего года нужно будет обязательно в оснащении автомобиля наравне с огнетушителем, знаком аварийной остановки и аптечкой добавить бейсбольную биту. Потому что в ожидании страхового комиссара будет чем заняться. Полицей не приедет, истину не установит, справку не продаст. Поэтому мы будем разбираться с невероятно компетентным, очень сильно заинтересованным в решении дела страховым агентом. Не так давно были обнародованы данные социологического исследования, где пытались выяснить степень недоверия государственным структурам. Долгие годы самой ничтожной в этом отношении госструктуры была ГАИ. То есть ГАИ презирают, ГАИ не уважают, ГАИ не любят, и к ГАИ нету никакого доверия у населения. Сколько лет нужно было ГАИ потратить на такой результат? Начали в 1936 году. Вот с 1936 года и по любой период подведения итогов, 2000-й, когда всерьез начали заниматься этими социологическими исследованиями, 2002-й, 2005-й, 2008-й, 2013-й в том числе, показывают, что молодцы добились ошеломляющих успехов, степень недоверия к вам возводит ГАИ на пьедестал на место номер один, как самой не котируемой госструктуре. И вот только теперь, по результатам недавно проведенного опроса, 2013 года, ГАИшники уступили первое место. Кому они уступили? Правильно, страховщикам. По степени отвращения у людей, которые так аккуратно для цензуры называются степенью недоверия, они потратили всего 10 лет. Вот с момента введения ОСАГО. Ведь мы же надеялись, что ОСАГО нам поможет. Мы так рассчитывали, что ОСАГО сделает нашу жизнь на дороге, но если не безопасней, то, по крайней мере, в чем-то менее сложной. И мы сразу поняли, что это обычный гоп-стоп под прикрытием государства, что помощи не будет никакой. Нас уже приучили к мысли о том, что на дороге нам никто не поможет. Последней палочкой-выручалочкой был ГАИшник, приезжавший на место ДТП, потому что при нем хотя бы не все сильно дерутся. Иногда просто потому, что ГАИшник тоже может стрять и, скорее всего, выиграет. ПМ 9 мм, начальная скорость полета пули 315 метров в секунду. Зачем связываться? Теперь будут страховые приезжать агенты, занимающие в рейтинге недоверия нашей страны первое место, показавшие полнейшую свою несостоятельность абсолютно по всем вопросам, к которым они в последнее время причастны. ОСАГО провалилось. Государственный техосмотр провалился. Теперь Институт страховых комиссаров, выезжающих на место ДТП, покажет, как именно замечательно, блистательно мы подкрались к Европе и живем по тем самым европейским правилам, на которые всегда было завидно. Ведь вы помните, любое ДТП в Европе, оно что от человека требует? Быстро найти авторучку, чтобы записать данные своего оппонента. И когда за границей происходит ДТП, полиция туда не приезжает. Она туда в принципе не приезжает, вообще не приезжает. Нечего ей там делать. Не ее ума дело. И это было завидно. И так это было хорошо, интересно. И так хотелось, чтобы у нас подобная картинка произошла. И вот наконец-то реформа ГАИ приведет нас именно к этому состоянию. Но в тот исторический период, когда это произойдет, мы вернемся не к Европе. Мы вернемся к беспределу. И поэтому братки, разбирающие, кто прав, кто виноват, они вернутся. И если у нас с самой большой бедой до недавнего времени были все-таки ниже, до конца подставлялы, то теперь какой оперативный простор для того, чтобы быстро и решительно объясниться со своим оппонентом, почему именно он не прав, как он не прав, где он не прав. А ко всему прочему, из этого следует, что под подобную реформу законодатель должен предусмотреть весь шлейф правовых последствий. Потому что административно и юридически у нас милиционер все-таки на дороге хозяин. А страховой агент, он никто. И слушаться его никто не должен. И слова у него нет. И ни в чем, нигде, никак он не имеет права расставлять точки над «и». И вот в этом состоянии, в этом статусе, видимо, он и окажется среди нас, действующим лицом, при не дай бог столкновении наших интересов и наших автомобилей. Рейтинг недоверия страховой компании у гаишников уже отыграли. Посмотрим, как они блистательно провалят все остальное. Перерыв на новости. В притихшие после вчерашнего катаклизма в Москве всего лишь 5 баллов. Какое-то движение более-менее осуществляется. Тем не менее, мы пообщаемся с вами. Телефон 6510996. Я думаю, что многие из вас займутся разговором со мной не в пробках, а на воле, что, конечно, более приятно. Павел, вы у нас первый. Здравствуйте. День добрый, Сергей. Во-первых, очень рад, что вы вернулись месяц назад к моему магнитолу. Я очень пытался туда. Знаете, как пролазил, аккуратно гнездился, инсталлировался и вот, наконец-то, зазвучал. Через USB-порт практически. Нет, реально, стало позитивнее. Как ни странно. Извините, вопрос такой. Приглядываю сейчас себе автомобиль 3-4-летний, миллион 300. Вот пока смотрю на Kia Mahalo. Что еще порекомендую? А почему вы эту редкую машину заприметили? Что она у вас в сердце? У меня был корейский Соренто. Так. Причем такой, сильно с пробегом. И за два года я к нему никаких нареканий не обнаружил. Плюс я большой, плюс семья. Но вы не джипер, Павел. Вы горожанин, да? Я горожанин. И, скажем так, бездорожье очень редко. То есть вам нужна, на самом деле, большая городская машина, но при этом, если можно, такая, чтобы было какое-то минимальное уважение в потоке. Чтобы не бороться за место. Нет, на уважение я как бы сам нормально могу. И в океу выступить. Я по трассам регулярно катаюсь. Для меня полторы тысячи проехать без остановки, это регулярно. О, как интересно. Это вы практически до канадской границы за 10 минут. Это хороший маршрут. Махав чем интересен? Тем, что это один из самых удачных обманов фирмы Киа. Он производит впечатление внедорожника. У него рама. У него даже если по подвеске посмотреть, такое впечатление, что он к чему-то готов. А на самом деле это очень низенькая, тихенькая городская машинка с шикарным совершенно дизелем и с очень адекватной коробкой. Вот дизеля, собственно, у него мотор один и тот же 3.0, турбодизель. Раньше были, кстати, еще бензиновые на наш рынок заходили. Потом остался только дизель. Машина для вот этих целей без какого бы то ни было оффроуда очень подойдет. Тем более 5 мест, 7 мест. Большая, шикарная. Редкая, и поскольку никаких серьезных у вас задач не стоит преодолеть большую грязь, да, вот как раз вы редкий случай целевой аудитории этого автомобиля. Он большой и симпатичный. Мотор у него великолепный. Корейцы... Сергей, а все-таки аналоги какие-нибудь? Аналоги Мохава или аналоги Залимон 300? Аналоги Залимон 300. А Залимон 300 к вам в руки просится большое количество маленьких кроссоверов, путающихся под ногами абсолютно с нулевым пробегом из дилерских рук. Потому что... Не хочу новую машину. Правильно. Не хотите те самые пресловутые 20% за новизну. Именно так. Ну да. А на вторичном рынке надо же уметь играть. Это же лотерея. Лотерея не всегда выигрышная. Или вы и скорее будете брать? Скорее всего, и скорее под заказ. Замечательно. То есть, если ваш канал отработан настолько, что не подводит и только радует, это правильно. И скорее, в принципе, берите любую большую штуку, которая вам понравится. У корейцев ведь серьезной большой техники мало. Они же в основном на Европу сориентированы. То есть, Мохава у них, наверное, один из самых больших. Рекстон брать, ну, не знаю. Рекстон в этом отношении менее интересен. Все-таки Мохава это самобытная техника, придуманная с нуля. А Рекстон, это все-таки пародия на Паджеро. Пародия, нельзя сказать, что хуже или лучше, но все-таки остается пародией. А еще искать какие-то в глубину сибирских руд всякие там тараканы и прочее тоже не имеет смысла. Либо полный кроссовер, абсолютно какой-нибудь Санта-Фе семиместный. Правда, его семиместность тоже очень условная. Там сзади все равно никто не поместится. Но только лежа один. То есть, там пятеро сидят, шестой спит в багажнике. Может, иногда и меня прокатит вечерком Пьяникова. Ну да. Спасибо вам, Сергей, огромное. И удачи от души. Ой, спасибо вам. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы дождались, я рад. Я, можно сказать, не дождался, а дозвонился. Мы с вами свои фейсбольки переписывались. И вот, наконец-то. Наконец-то, да. Очень долго звонил. У меня такой как раз комментарий к вашему наступлению. У нас около здания, на Динамо регулярно находятся деятели, которые паркуют там капусту, установку, запирают и так далее. И вот сегодня подвернулся гаишник, я спросил, у вас вообще как-то служба эвакуации работает. А что, и что с этими деятелями делать? На что мне бы сказали, а вы не пробовали народный кирпич на капот или в лобовуху? Ой, какой хороший. В общем, ответ был веселый. То есть чувствуется, представитель закона был с вами на связи в этом. Да, да, да. Все понятно. А результат разговора таков, что оказалось, что у нас в Москве, у нас здесь северный округ, работает ежевременно всего лишь 16 инспекторов. И два эвакуатора им выделяют. И поэтому они не будут ездить в ближайшее время на ДТП, потому что они не успевают заработать на эвакуаторах. Ну, то есть это такой сигнал для меня был. Люди, что хотите, творите на дорогах, где хотите, паркуйтесь, можете не соблюдать правила. Пусть все равно накажем там процент или два, и два. Все. А это давно было известно. Ведь по их статистике они очень успешны. С точки зрения правозащитников процент того, кого они поймали, ну, по минимуму два, по максимуму десять. То есть десять процентов – это максимум дееспособности ГАИ, даже если они просто бросили все и действительно занялись каким-то делом. Ну, зато они очень бодренько выписывают страхи за неправду парковку, восемь, там, в десять утра на Цветном бульваре у цирка. У меня было пристали страх на три тысячи за то, что поставил под углом машину к проезжей части. Должен был стоять параллельно. Тут же, конечно, стоял банковский какой-то БМВ, который они вообще не тронули. А по той дороге в то время, ну, на три-четыре полосы свободных проезжало там два автора или же Миндута. Александр, вот мы с вами, как водители, мы можем предположить, что главная задача ГАИ не в тех надеждах, которые мы себе иллюзорно нарисовали и вроде бы повесили на них. Главная задача ГАИ – вот почему, собственно, ГАИ неприкасаемо, почему оно нереформируемо, почему ГАИ до сегодняшнего дня в своем убогом нынешнем состоянии остается, тем не менее, таковым, его никто не трогает. Потому что оно справляется со своей единственной задачей. Задача ГАИ – обеспечение приоритета власти, обслуживания власти. Сопровождение, охрана, отмаз. Если надо, мы перерисуем под ваше ДТП разметку на дороге, чтобы вы были не виноваты. Вот с этой функцией они исполняются и справляются. Все остальное – это просто не к ним. Вот эти сотни тысяч людей в синей форме с жезлами, они занимаются только обслуживанием власти. Ну, не только с жезлами, но и с коридорами. Нет, у меня вот как раз было ДТП тогда. Это было давно, наверное, лет 10 назад. Один мудренький, я сейчас помню, такой майор Сискинка, как раз в Свау работал в свое время. Обоим участникам ДТП выдал справки о том, что пулк правил нарушения не усмотрен. Какой хороший. Никто не виноват. Все разошлись миром. Да-да-да. Молнии не было там, всего-то еще не было. Ну, зато оба не виноваты. Миротворец. Представляете, как? Он вместо того, чтобы посеять яблоко раздора, взял и примирил стороны. Какая душечка. Ну, он не примирил, все дело закончилось в судье. Не смог, а пытался. В судье было тоже интересно. Я после этого соревнования вложил вопрос. Никакое, скажем, право имеет юридическое, моральное право имеет право судить судьи, когда они сами не везут за рулем. Ну, вы обратили внимание на выступление нашего министра финансов Силуанова, который понятия не имеет, какая у нас кредитная ставка в стране? Это же не мешает ему быть министром финансов? Ну, кто-то этого не удивляет. А министр здравоохранения у нас, а, например, помощник президента, вице-премьер, голодец, курирующий социальные вопросы, у нее, если посмотреть, в анамнезе совершенно удивительные подвиги. Министерство образования. Да, министерство, ну, знаете, министерство образования Ливанов, он, я буду ему признателен только в одном случае, если он задушит ЕГЭ. Вот если он этого не сделает и ограничится разборкой с престарелыми академиками, ну, боюсь, что, да, действительно, полное разочарование по Синге-то меня. Пока есть иллюзия, ну, у меня лично, я ее сам себе нарисовал, как в отношении ГАИ все мы, что Ливанов чего-то в этом понимает, потому что, ну, все-таки там ректором институтишка был не самого последнего. Вроде как чего-то такое не все знает, понятия не имеет о половине вещей, но это же очень высокий процент. Вот, как минимум, половину других он представляет себе. У нас некоторые и этого не знают. Судя по тому... А по ГАИшникову еще хотел рассказать веселые случаи, встречался с этим неоднократно, когда, ну, совершаем мелкое нарушение, такой, там, поворот в неспожженном месте, и ГАИшник ломит несколько человек сразу, там, раз, два, три, поймал, остановил, значит, одно раз отпустил, раз второго там отпустил, у меня там, ну, вы, товарищ, попали. Я говорю, а что тех-то отпустил? Ну, вот там был офицер запаса. Удивление вызывает, когда они отпускают офицера запаса. Ну, это были социально близкие люди. Как, почему, например, последний, кого хватает милиционер, это бандит. Потому что бандит сделан из того же самого теста. Если помните заводной апельсин, это одна и та же категория людей, просто те, кто посмелее пошли в банду, те, кто послабее, пошли в правоохранительные органы. Поэтому вот этих социально близких людей, ну, как их трогать? А вот нас с вами, мы социально неблизкие. Ну, это лечится. Это с ними лечится. Прямо на месте ты уже говоришь. Лечится, конечно. Я сейчас пойду, накатаю телегу такую, что вот ты этого отпустил, а меня нет. Значит, ты меня держишь там за негра, за кого угодно, да? Ну, даже не так, Александр. Вот у меня здесь... Как правило, пускают. Конечно. Ну, просто блефовать надо немножко по-другому. У меня записаны номера, зарегистрированы, есть свидетельские показания, а сейчас еще и видеорегистратор, где видно, что вы их отпустили в течение 30 секунд. Поэтому в жалобе в прокуратуру я укажу эти номера, что был факт правонарушения, и посмотрим, какие протоколы у вас лежат по результатам этой смены. Потом насладитесь бледностью его лица. Ну, как правило, схватать даже слов. Даже на диктофон. Да, конечно. Ну, я, например... Я сейчас это уже практикую. Да, без диктофона из машины выходить нельзя. Любой разговор. Правда, сейчас он есть в каждом телефоне. Ну, они очень любят делать вид, что цифровая запись не принимается судами к рассмотрению, хотя это не так. Но у меня, на всякий случай, в машине старый пленочный диктофон, очень увесистый. И по нему понятно, что я в курсе попытки дать отвод этой записи уже заранее. Поэтому она-то в суде будет принята к рассмотрению. Это обычно настроение им портит необычайно. Ничего не с этим пойдет. Ну, ему очень легко заметно, а здесь можно незаметно записать. А я показываю всегда. Я когда из машины выхожу, я первым делом вставляю им в зубы диктофон. Я думаю, они от вас уже как черта от плода набегают. Ну, вообще, я замечал, хронометраж разговора с любым инспектором у меня составляет 4 минуты. Самый упрямый, самый тупой на 4-й минуте уже готов сбежать. Ну, я его отпускаю обычно минут через 15. Ну, нужно же дошлифовать ему интеллект. Ладно. И последний вопрос, наверное, все-таки, я спрашиваю, хотелось бы вы уделили более подробному рассказу в какой-нибудь истории дач. Может быть... При случае обязательно. По-моему, единственная пробка сейчас в Москве, это как раз на нашей телефонной линии. 6510996. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за программу. Спасибо вам, что терпеливо слушаете. Да, слушаю всегда. Скажите, пожалуйста, я езжу сейчас на Мазде Трешки. Ух ты. 1,6 автомат? Нет. 2 литра механик. Редкая комплектация. Редкая, редкая. Вот. В общем, менять ни на что не хочу, но я жена... А не на что? Дмитрий, все. Вы можете поменять семью, можете поменять жену, но вам не на что поменять Мазду Три. Так, я так и думаю, что, наверное, не стоит ее менять. Проехал уже 75 тысяч. Никаких проблем вообще не было. Даже колодки стоят родные. Хотя я люблю зажечь как-то. Ух ты. Вот. И хотел узнать, почему такая компенсация. Раньше было... Ну, можно было из чего выбрать машин такого плана, которые... Такие драйверские. А сейчас все сводится к тому, что дизайн у машины улучшается, комфорт, экономичность. А в техническом плане они упрощаются. И сейчас уже, по сути, выбирать-то не из чего. Если, ну, за такие же деньги машина подобного плана рассматривает. Во-первых, да. И причем за такие же деньги уже ушло в давнюю даль, потому что машина, купленная 3-4-5 лет тому назад, она была, ну, мягко говоря, внизу ценового диапазона. Вот все то, что мы с вами покупали 5 лет тому назад, это было, ну, в общем-то, за вменяемые деньги. Да, чуть-чуть дороговато. Но сейчас это безумие ценовое. Тем более новые модели, которые вы совершенно справедливо сказали, что техника у них ничтожнее, дизайн все краше и краше. А общая тенденция. Айфончик? Дайте мне айфончик. Я нажму кнопочку Enter и получу результат. Ведь нельзя же, не зря же Ford Explorer сделал свой брутальный ящик, абсолютно легковую машину и акцент на что сделан? На количество USB-разъемов и интерактивный дисплей, в который нужно попасть пальцем и попасть в который нельзя. Получается, что люди охотнее берут такие машины, чем... Да, люди тупее, люди менее притязательны для человека. Но стандартный разговор, вот раньше, там, лет 15-го назад, о чем мы друг с другом говорили в курилке. Мы разбирались в резине, в классах вязкости масла, мы шарили по магазину, спрашивали, какие дворники лучше, а брать ли чемпионовские, а может быть безободковые. Мы разбирались в аккумуляторах. О чем говорят современные автовладельцы? Они обсуждают музыку, шумоизоляцию, количество опций. Они стали теми самыми квалифицированными потребителями, которых выращивал Фурсенко, министр образования. Я надеюсь, что еще при жизни товарища Фурсенко, он получит рецензию на свои дела. Но он как раз провозгласил, наша задача, задача нашего образования России, вырастить профессионального потребителя. Потихонечку в больших городах это уже получается. Ведь у нас же вся жизнь сосредоточена в городах, село у нас погибает и скоро погибнет совсем. Автозаводы у нас делают чисто городские машины, и они должны быть насыщены электронными потребителями. Сюда телефон, сюда музыку, сюда флешку, сюда навигатор. Поехали кататься. И для этого техника... Какая техника? Вот ваша Мазда, это одна из последних искорок настоящей, честной школы автомобильного драйва. Вот она, казалось бы, сделана на платформе Форда Фокуса, которая ей, ну, в общем-то, проигрывает по этим параметрам. Но... Но она пожёстче немножко. Она другая, конечно. Вот в чём... Мне совершенно не важно. Да, она тряская, шумная, но я вообще на это закрываю глаза. Потому что у меня до этого был Сид. Когда я купил Мазду, пересел, я поехал, у меня прям слёзы пикли от радости. Это просто небо и семья в управлении. В управлении, да. Это совершенно другая машина. А теперь Сид побеждает Мазду. Сид не стал хуже или лучше. Сид сориентирован на комфорт, плавность, мягкость, удобство. Сели, поехали. А вот так, чтобы Рубь 40 в поворот, чтобы с динамикой, чтобы с адреналином. Ну, их осталось немножечко этих машин. Чуть-чуть, самой малости. Ну, тогда ещё вопрос. Одно дальнюю перспективу, если я соберусь когда-нибудь менять Skoda Octavia RS, которая у нас появится осенью, она сможет заменить у меня вот Мазду 3? А, пожалуй, одна из немногих, кто может всегда подобное себе позволить, это любой RS любого поколения, если это Octavia. И тем более у нас RS-ка будет не нижегородской сборки, она будет идти оттуда, из Млада Болеслава. Вот я как раз тоже читал про это. Это радует. Да, и это всё-таки какая-то гарантия того, что ехать-то вы едете, а ремонтировать-то не надо, что здорово. И вообще сама по себе идея RS-ов, она говорит о том, что чехи молодцы. Потому что любой RS любого поколения это потрясающий симбиоз, казалось бы, утилитарного хозяйственного ящика для перевоза семьи и кайфа, когда ну, вот вы тёщу привезли, холодильник выгрузили, а потом сказали «Ребят, не ждите меня, я буду чешикой через три». И куда-нибудь там на всю дыру упоит. И как раз тоже вот получается, что единственная машина, которая позволяет и багаж перевезти и на дороге тоже. Да, да. И молодцы чехи, то, что они эту диалогию удерживают. То, что Volkswagen им никак не может выкрутить руки и заставить их отказаться от этой модели. Вот чехи в этом отношении молодцы, упрямцы. Они в целом, конечно, сдают позиции, потому что немцы их давят очень серьёзно. Немцы их терпеть не могут за то, что бренд Skoda многократно лучше и удачливее, чем Volkswagen и Audi, кстати. И они пытаются вот что-то с ними так вот вот как-то очень сильно нагадить, потому что поднять всерьёз уровень Volkswagen просто потенциала не хватает. Это будут другие деньги, другие затраты, а здесь нужно всё-таки хорошо питаться, а не хорошо тратиться. И Skoda очень сильно раздражает. Ещё есть вот такие искорки, например, у французов, потому что Peugeot-шники, они тоже с выкрученными руками, их тоже постоянно пинают и говорят, дорого, нельзя, тем более концерт стоит на грани разорения. Вот сейчас они пытаются GM-у продаться, чтобы с Opel'ем как-то по платформам поиграть, может быть, на одной платформе и сделать всё. Но школа Peugeot по подвеске, по управляемости, это эталонная европейская школа. И когда отворачивается главный насмотрщик, получается, например, какой-нибудь RCZ или 3008, или 508-я GT. А потом приходит старший и говорит, что тут, а нет, мы тут, да нет, а бац, она уже на конвейере. Вот эта машина тоже с большой буквы, это для упоительных людей, которые понимают в этом толк, в котором без разницы, ну да, ящик с гвоздями я не перевезу на RCZ-ке. Но RCZ-ка это одна из лучших машин Европы в своём классе, о чём тоже мало кто, кстати, знает. Потому что французы не смогли этот товар преподнести. Они сказали, ну, догадается кто-нибудь? Нет, никто не догадается. А RCZ-ка, конечно, она позволяет ещё вещи. Я считаю, спасибо. Да. Ой, как приятно иногда поговорить с истинным ценителем. Максим, здравствуйте. Алло. Алло, да. Здрасте. Это вы, а это я. Ох, очень приятно. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Вот, хотел вам задать вопрос. Наверняка, не стараюсь вас слушать по возможности, когда работа позволяет, но наверняка вопрос часто обсуждаемый. Вот как-то у нас параллельно в семье у меня и у родителей супруги у теста стал вопрос о замене автомобиля на что-то более высокое такое. Ну, в общем, особенной проходимости мне не требуется, скажем. Мы иногда ездим к ним на дачу, они часто до этого ехали. А тетя как бы постоянно до электрички, по снегам. Вот ему нужен полный привод. Но при этом он так ездит очень мало и водитель такой, больше там next door. Вот, поэтому что-нибудь такое маленькое. Вот мы думаем по поводу Витара. Как вы считаете? Мне кажется, что по цене и по технологии очень честная машина. Да. Красная и уверенная. Абсолютно правильно. Тем более, хватайте. Вдруг ее сейчас японцы возьмут с производства снимут. Хотя клянутся еще пару лет ее продержать. Гранд Витара все-таки это единственный полукроссовер, полувнедорожник. А тем более, если ваш, например, тесть, он нашей закалки и еще с МКПП нормально разбирается, то... Да, он в МКПП только, он не верит ни во что остальное. Берите Гранд Витару, потому что при этих деньгах вы предлагаете ему очень достойный аппарат. Вот она, пожалуйста, раздатка-понижайка. Дальше, конечно, идет Митсубиси Паджеро Спорт, просто он покрупней, подороже, и там обязательно должен быть автомат, а возможно, что тестью пока это не понравится. Вот после того, как он сносит Гранд Витару, следующей машиной будет какое-то поколение Паджеро Спорт, потому что Митсубисиологи, они поклялись, что они оставят вот эту концепцию полного привода нетронутой, то есть у них всегда будет какая-то рама, всегда будет суперселект, всегда будет балка, пусть всегда будет балка, пусть всегда... Ну и так далее. То есть молодцы, вот эти правильные каноны, они оставляют. Сейчас Гранд Витара, а потом когда-то тестью вы скажете, ну, а не пора ли на автомат? И тогда вот уже будет... Я думаю, он будет долго снашивать. Конечно. Каю, слушаю всегда вас с большим удовольствием, и правильно вы говорите, странно, вот вы иногда такие не очень вещи говорите, но почему-то позитивом заряжаете, и я даже по поводу себя самокритично могу сказать, что я как раз в том поколении по поводу автомобилей, которые, наверное, в людях я все-таки стараюсь за форму, а в автомобиле за содержание, в автомобилях за форму немножко, и поэтому я там где-то миллион триста подкопил, и начинаю думать об автомобиле повыше, и все больше в форму. Подаюсь, не знаю, насколько вы сейчас так Мазду обсуждали, а вот CX-5, она, конечно, очень красивая, ну, мне так кажется, вот, а как она с точки зрения вот характеристик, может быть, стоит и правда, как вы, яно советуете, поискать что-нибудь на вторичке такой от людей, плюс проверенных людей? Ну, вот если у проверенных есть, то, конечно же, на вторичке, он, конечно, неплох, но все-таки это просто легковая машина, она чуть повыше, она пополноприводнее, она для того, чтобы вы казались, а не были. Вот все-таки Гранд Витара, это истина, это точка отсчета, но Гранд Витара, она уже никому не нужна, она мне нужна, она вашему тестью нужна, но нас очень мало, а Сталин нужен CX-5, красиво, или, например, там CX-9, который вернулся к нам, большой, красивый, солидный, тем более, после рестайлинга ему сделали такую очень хорошую пластическую операцию, он вписывается в модельный ряд, и все кроссоверы, они ведь как iPhone, они предлагают вам готовые решения, и честно, их исполняют, ровно до тех пор, пока они упрутся бампером в сугроб, а дальше говорят, извините, ну, я все, я iPhone, что от меня хотите, я же не в космос, я вот тут, на земле, и... маркетинг, он же маркетинг, он же маркетинг, и вам постоянно гадят в разум, рассказывая о том, что это истинная легенда, вы достойны этого выбора, только что вы утонули в луже, и наступили колесом на жвачку, и машина больше никуда не поехала, это гениальный выбор поколений, мы шли 200 лет в этом эволюционном порыве, и создали, наконец-то, автомобиль, достойный вас, и прочий бред, те, кто в это верят, они со слезой идут пешком дальше, прекрасно понимают, что у них великолепная машина, просто земля стала хуже, и жвачка более липкая, и лужа более глубокая. Я понял, я сам в автобизнесе, только в грузовом работаю, поэтому, честно говоря, сколько пытаюсь понять преимущество автомобиля своего бренда грузового над другими, столько утыкаюсь в то, что это все-таки вопрос эксплуатации, понимания, но грузовом, мне кажется, все-таки... Максим, какой бренд, не бойтесь, вот вы на каком... Нет, я Мерседесы грузовые продаю. Ну, и Мерседес, с вашей точки зрения, он лучше, хуже, или он такой же, как все, просто дороже? Ну, просто грузовой, он не очень дороже, а вот, ну, понимаете, есть такое дело, я не умею заниматься делом, если я в него не верю, поэтому у меня как-то эмоционально привязанность к бренду. Я, скажем, по поводу выбора, ну, в своем сегменте грузовых автомобилей среди потребителей, я думаю, что там основной выбор все-таки, ну, конечно, есть машины разных брендов под разные транспортные задачи. Вот Мерседес для магистрали и для дальних поездок лучше автомобиля нет. Ну, скажем, там, настройки, да, он может быть не так хорош. Я понимаю, что, наверное, в легковом бизнесе примерно такая же тема существует, ну, наверное, просто не их владею. Ну, а всякие Scania и Volvo, ну, Scania, она хуже Мерседеса на магистрали? Ну, Scania, нет, Scania хорошая машина, мне единственное, честно, вот, опять же, эмоционально, вот, касаемо формы, все-таки там они, ну, совсем перебрали, то есть, настолько она, ну, для меня это мужская работа, работать на грузовике, а вот эти вот петушки, ну, мне просто непонятно. Хотя машина, на самом деле, надежная и хорошая, и они, там, по надежности никаких вопросов нет, как к ним. И магистралка, ну, скажем, магистралку не чуть похуже, зато это наиболее универсальный бренд с точки зрения строительной магистральной техники, они все примерно равные, вот, то есть, и самосвалы хорошие. Перерывная новость. Мы продолжаем общение, у нас на связи, судя по всему, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вам. Я вам, не поверите, каждый день я же с работы, постоянно слушаю вашу передачу, очень интересную, большое вам спасибо. Спасибо вам за то, что у вас столько терпения. Ну, а что делать? Ситуация такая, что терпеть приходится, и к вам, как, кстати, к эксперту, последнее, может быть, слово за вами. Есть у меня человека три знакомых, которые, суть в чем, у меня автомобиль Hyundai Elantra. Ну, хорошая. У поколения не 11-го, а Nef, у которого плавные обводы кузова. Да, предыдущий ящичек такой. Тоже, неплохая машина. Вы знаете, не поверите, на спидометре 116 тысяч заводские колодки родные заводят. Задние колодки стоят, извините, волнуюсь, задние колодки тормозные, стоят заводские. Езжи аккуратно, за рулем уже больше 20 лет. Бывает, что и быстро ездишь, но в основном езжи за городом, поэтому и так колодки долго сохранить. Смысл в чем? Злые языки говорят, что после 100 тысяч надо машину продавать в связи с тем, что у нее летит и коробка автоматов. У меня 1,6 с автоматом. Товарищ работает у официального дилера Hyundai. Говорит, что да, не болезнь. Якобы после 100 тысяч разбалтываются какие-то втулки. Наши колесаря, как правило, криворукие, делать не умеет. И после этого машина уже начинает. Первый признак – это поддергивание, и потом уже все, коробка ремонта подается, слабое масло меняется. По большому счету, это довольно частая картина, когда даже с прямыми руками людей не подпускают к ремонту, просто меняют весь агрегат в сборе. Дорого. То есть у вас сомнения, выживет, не выживет? Да. Вот, Владимир, пока по картине, которую вы нарисовали, видится счастливое долголетие любого агрегата вашего автомобиля, потому что машине повезло с хозяином. И если всем остальным на роду это написано, то у вас еще бабушка надвое сказала. Есть подозрение, что поживет она. Конечно, вы внимательно присматриваетесь к рынку, прислушиваетесь к машине, проверяете пульс у себя и у нее, но она вас не подвела, пока еще не дергается, едет она хорошо, и пусть едет, потому что вот вы ее сейчас продадите, сколько вы с нее получите? Три копейки. То есть у вас... Я потом буду. Машина, в принципе, очень неплохая, она мне вообще проблем не создает. Да, и получается, что к вам прибежали, подергали за рукав и сказали, а, наверное, она сейчас ломается. Вы поверили, продали, а она еще 20 лет после этого бегает у другого владельца. Не будьте мнительным, спокойно катайтесь, тем более, ну, вы к этой машине с доверием езжайте. А как бы там ни было, ну, все-таки, казалось бы, профессионалы в сервисе, довольно часто друзья, но с точки зрения врача, все давно заболели, вот-вот умрут. С точки зрения милиционеров, все преступники. А с точки зрения автослесаря, все машины сломались, как его личная жизнь. Поэтому, ну, не очень они подходят на роль консольери, способных вам дать правильный ответ. Они-то видели в своей рим-зоне только поломанные коробки. Со здоровыми к ним никто не приезжает. Вернул. Профессиональной деформацией личности. А ваша ситуация говорит о том, что бегала, бегает и будет бегать. Ну и слава богу. Тем более, такая хорошая машина. Самое удивительное. Прочная же. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Ну, звоню с таким же вопросом по поводу того, сколько еще машинка пробегает. Вот у меня... Я счастливый обладатель настоящего автомобиля с японским качеством, с тем самым, про который вы говорили. Мне повезло. У меня Civic 7-го года. Последний из японцев. Вот. То есть ему уже 5 лет. Я ездил порядка соточки. И тоже, как предыдущий владелец, поменял все тормозные колодки на 100 тысячах, потому что как-то уже неприлично больше ездить. Ну, уже пора просто. Захотелось. Да, ну, уже просто как-то не хочется дальше испытывать судьбу, хотя вроде ничего не свистело, но уже должно было вот вон. Ну, вопрос такой же. Как можно еще долго ездить на ней вот без проблем? Потому что вот покупал я ее за 500 тысяч. Сейчас, конечно, за 500 тысяч ничего вообще нормального не купить. Ничего. Это ценник за миллион. Да, да. Все аналоги за миллион, да. И тем более Honda. Если вот вы, например, пропитались патриотизмом по отношению к Honda, то следующий Civic это машина, которая до нервного припадка довела всю контору. Ведь американцы же на нее топнули ножкой, а Японцы сразу описывались, обкакались и сделали ей через год рестайлинг с апгрейдом. Ужас. Кошмар. Это говорит о том, что они не уверены в том, что они сделали, и вообще они, ребята, уже бьющиеся в истерике по поводу того, что, кажется, не получилось. У вас хорошая машина, в хороших руках, то же самое, как у Владимира, который до вас звонил. Ну, по косвенным уликам у вас взаимопонимание, в семье благополучие, она к вам с любовью, конечно, вы к ней с трепетом. Ну, какие есть причины для того, чтобы от нее избавляться? Ну, только вот, не знаю, приревновать к соседнему запорожцу? Так пристрелить из Запорожья свою-то зачем? Ну, и тем не менее, вот сколько должно появиться на спидометре? 150-200, когда все-таки надо уже будет делать какие-то решительные действия? Хотя, конечно, пока ничего не хочется делать. Вот, мне как-то, наверное, месяца три тому назад звонил один очень приятный человек, у которого тоже какое-то такое хорошее, искреннее, глубокое чувство к технике. Он ездил на, правда, праворукой, но, соответственно, тоже японского качества Хонди. Она у него была CR-V. первого поколения. У него было что-то там 420 тысяч. Вот сцепление, у него механическая коробка, что большая редкость для Японии. Вот сцепление у него было родное за 420 тысяч. Ну, я тоже на ручки езжу и вообще не хочу. Автомат пересел с автомата на ручку. Сергей, а можно еще вернуться к началу вашей дискуссии? Хочется отметить положительную динамику. Я как юрист в свое время был глубоко возмущен тем, что у нас вопросы со страхованием не подпадали под закон защиты прав потребителей. И все-таки вот что-то сподвигло наше правительство вернуть-то обратно. Да, но страховщики же как среагировали на это? Они же сразу вынесли наверх предложение и сказали нет, не надо, избавьте нас от необходимости отвечать за базар по закону защиты прав потребителей. И им кивнули головой на первом чтении. Их поправки первое чтение прошли. Так что они вот-вот выскочат обратно в свое неправовое поле. И наши с вами позитивные сдвиги они уже все станут историей. Да, был проблеск. Ну, Сергей, спасибо вам огромное. Антон, все самого лучшего. Антон, у меня к вам вопрос. Вы юрист давно? Я юрист? Да. 2007 года примерно. А, то есть совсем не да. Поэтому у вас небольшая юридическая практика. Дело в том, что мечтаю, чтобы мне позвонил юрист, который это помнит. Но в Ельцинскую эпоху в самом начале перестройки, когда мы свято верили в самопровозглашенные идеалы, а мы их высосали из пальца и к ним шли очень стремительно, был такой удивительный период, наверное, где-то в течение года, когда в случае угона транспортного средства, а страховых тогда еще не существовало, мы были абсолютно дикими, это начало 90-х, середина 90-х, середина. И когда у человека угоняли машину, возводилось уголовное дело по факту угона и найти милиция ее не могла, то на этом основании, что милиция не смогла найти машину, человеку выплачивалась полная стоимость автомобиля, который государство было обязано найти, а со своей обязанностью не справилась. Вот это был проблеск, длился целый год, потому что начались дела по поводу возмещения ущерба, ущерб начали гасить, а потом кто-то очень умный сказал, что, ну, во-первых, слишком жирно, во-вторых, справедливость это все-таки не наш конек, и, в-третьих, пошли не нафиг. И мы с вами пошли нафиг. Был такой удивительный период. Тут еще должна уметь милиция разделять зерна и плевла, потому что с нашим населением очень большой соблаз перегнать машину в соседние горы, разобрать на запчасти, и недовольным еще пойти получать деньги за это. Ну, все-таки, конечно, с одной стороны, мы все поголовно мошенники, честных людей среди нас нет, что как раз по сценарию сказки «Дракон», как только ты стал на полступеньки выше других, почему-то в этого дракона и превратился. У нас же народ терпеть не может власть в основном не потому, что она воровская, а потому что мне украсть не дали. Вы меня посадите в хорошее кресло, я с удовольствием присосусь к вашей нефтяной трубе и буду воровать столько же. Но... Ну, вот сейчас уже вы всех людей в том, что они мошенники. Вот. И поскольку так не бывает, то здесь вопрос в другом. Кто первым подает обществу пример как надо, что такое хорошо и что такое плохо и начинает? Вот кто первым делает шаг? Власть, государство. Если мы все воры, мошенники, которым нельзя верить, покажите собою пример, чтобы мы поверили в вас и мы знали, что власть у нас не воровская, парламент у нас легитимный, выборы у нас честные и будет то же самое, как в начале кооперативного движения, когда в 80-е годы впервые людям позволили заниматься тем делом, которым они хотят. И тогда вот те главные бухгалтеры, с которыми я общался, они вспоминали, говорят, представляете, тогда платить налоги это было за счастье. Налоги были небольшие и не было смысла прятать от государства доход. Наоборот, хотелось отчитаться, все показать, полностью декларировать прибыль и спокойно жить дальше, спокойно развиваться. Была такая ситуация. То есть, на тот момент не все частные предприниматели были ворюгами и бандюгами. А сейчас у нас государство задавило народ с инициативой, и народ уже начинает тихонечко вертеть хвостом, как бы нам бы спрыгнуть вот с этих ваших неприятных законодательных рельсов, как бы мне утаить доход. А, офшоры всякие и прочее, что, кстати, тоже легально. Но государство определяет здоровье в обществе. Если государственная власть больная, то мы с вами имеем то, что имеем. К сожалению. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я вот с первого раза дозвонилась. Спасибо за вашу передачу. Вы так перекладываете философию в автомобильную на все стороны жизни. Собственно, вопрос. Я купила машину два месяца назад и, трудно себе в этом признать, она мне не подходит. Ух ты! Машина Форд Фокус третий, универсал. Мне по работе нужна большая машина. Я вожу сзади товар, вожу детей. Хотела посоветоваться, что можно купить за деньги этой новой машины на вторичном рынке. На вторичном рынке, Ольга, при всем вашем очаровании первый, кто вам попадется на вторичном рынке, это дядя-спекулянт, который профессионал, он на вас посмотрит с трепетом и обожанием и обманет вас сразу, потому что он вам впарит какой-нибудь неликвид. То есть на вторичном рынке страшно. А как вы избавитесь от этой машины? Вы говорите, за эти деньги. Как только машина пересекла автосалонные ворота, как только вы выехали за их пределы территории официального дилера? Нет. Я знаю, знаю. Я готова потерять что-то. 20%. Да, да, да. То есть вы продадите этот самый Форд Фокус, тем самым на вторичном рынке в кои-то веке появится новенькая шикарная машинка, которую продали потому что она не понравилась. А в какую сторону... Вот им не все мужчины на работе так говорят, что так никто не делает, теперь надо терпеть. Ну, терпеть... Знаете, если она вам сильно не нравится, терпеть у вас не получится, потому что переступать через себя это очень неправильно. А вы уже посмотрели кого-то еще? Ну вот, вы знаете, что Форд Фокус вам не нравится, а кто-то же нравится? Мне нужна машина повыше, я задеваю все в передней части. Ольга, время кончилось. Найдите меня в Фейсбуке. До завтра.